МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялась в главной резиденции страны Ахурде. Звание Казахстана Ненбекьери. Достойный ректор Казахского национального университета искусства Айман Муса Хаджаева. Президент особо отметил ее заслуги перед страной. А медаль Ерлы Каушин в этом году глава государства вручил командиру отделения пожарной части номер один ДЧС Астаны Рустему Мусину. Во время пожара в одной из столичных многоэтажек он вынес из горящего дома троих человек, двое из которых дети. Нурсултан Назарбаев сегодня также поздравил всех награжденных с Днем Независимости. И пожелал всем участникам церемонии еще больших успехов. Мы отмечаем наградами тех, кто просто, не просто честно исполняет свои трудовые обязанности, но делает гораздо больше, не жалея сил и здоровья. Сегодня также высокие награды вручаются ученым, государственным деятелям, представителям бизнеса, общественных организаций, деятелям культуры и искусства, образования и здравоохранения, производственникам, военным, сотрудникам правоохранительных органов. По всей нашей стране, во всех регионах вручат мои представители. Каждый из них имеет за плечами опыт добросовестной работы на благо Казахстана, заслуги которой можно по праву гордиться. Перспективы казахстанско-афганского сотрудничества сегодня обсудили председатель Мажелиса и глава исполнительной власти Афганистана. Абдулла Абдулла прибыл в нашу страну для участия в заседании Совета главправительства государств-членов ШОС. Спикер Палата отметил, что Казахстан поддерживает правительство национального единства, его стремление к установлению стабильности в Афганистане и улучшению благосостояния граждан. Также Кабибулат Жакупов подчеркнул, что в нашей республике придают большое значение укреплению региональной и глобальной безопасности. Абдулла Абдулла в свою очередь поблагодарил президента Казахстана и народ страны за оказываемую поддержку, сказав, что такая помощь очень важна и своевременно для афганцев. Также собеседники обсудили перспективы расширения двусторонних отношений, в том числе и на межпарламентском уровне. Пять разложников покинули захваченное в центре Сиднее здание. Удалось ли им сбежать или люди были отпущены, пока не уточняется. Между тем, в полиции сообщили, что правоохранительные органы установили контакт с одним из захватчиков. На данный момент сведения пострадавших нет. Также неизвестно точное число удерживаемых. По разным данным их от 13 до 40 человек. Не исключено, что захватчиков несколько. Они хорошо вооружены. На окнах здания виднеются флаги, напоминающие знамена группировки «Исламское государство». Сейчас центральный район оцеплен, небо патрулируют полицейские вертолеты. В семье с рабочим визитом побывала республиканская информационно-пропагандистская группа по разъяснению основных положений послания главы государства. Делегация во главе с вице-министром национальной экономики Тимуром Жекслыковым и директором департамента социальной помощи Арманом Умербаевым посетила ряд заводов, учебных заведений и организаций города. В ходе встречи спикеры рассказали участникам о новой экономической программе «Нурлыжол». Внизу заложено семь направлений. Основными из них являются развитие транспортно-логистической, энергетической инфраструктуры, жилищно-коммунальной системы, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Встречи прошло довольно много. В целом люди настроены очень позитивно, очень позитивно воспринимают те идеи, которые были заложены в послании, говорят о поддержке тех инициатив, которые были выдвинуты президентом. Поэтому мы считаем, что своей цели это послание достигло. Народ с воодушевлением воспринимает эти задачи. И мы видим, что люди готовы к реализации тех задач, которые были поставлены в послание. У Караганды скоро появится трехмерный макет, который печатают на 3D-принтере. Миниатюрная копия города в масштабе 1 к 2 тысячам. Займет около 200 квадратных метров. С начала лета инженеры печатают из пластика копии все городские здания и строения. Их насчитывается около 185 тысяч. Планируется, что до конца года масштабная работа будет закончена. На макете есть как существующие строения, они выполнены в сером цвете, так и запланированы, а не коричневые. Специалисты уверяют, подобная карта поможет архитекторам, инженерам и городским службам. В будущем власти обещают выставить макет на всеобщее обозрение. Совсем разные. То есть или мы летим на самолете, что не может сделать каждый над городом, или же мы это видим с высоты птичьего полета, стоя в человеческий рост. Конечно, ощущения непередаваемы, потому что мало того, что мы делаем макет, мы еще и разрабатываем градодокументацию для города. То есть мы практически проектируем город на будущее. И нам очень приятно видеть труды свои. Теперь казахский язык можно изучать с помощью телефона. Сегодня в Астане презентовано мобильное приложение «Сойлет.Кейзет» и детский развивающий портал «Казахский для детей» «Бала.Сойлет.Кейзет». Напомню, первый раз в Казахстане бесплатный интернет-портал по обучению государственному языку «Сойлет.Кейзет» был запущен год назад. В мобильную версию вошли не только прежние разделы портала, но и новый тематический словарь, который содержит более 3500 озвученных слов. Все они разбиты на подтемы, что, как отмечают организаторы, поможет легче запомнить сложные фразы. А вот в новом онлайн-сервисе «Казахский для детей» для обогащения словарного запаса дошкольников содержатся развивающие и обучающие игры, мультфильмы, песни и сказки. В настоящее время приложение доступно для скачивания на смартфоны с оперативной системы Android. В следующем году программу можно будет установить и на платформу iOS. Здесь хочется отметить, что и мобильные приложения, и детский портал – это демо-версия, бета-версия. Люди будут свои замечания, предложения нам на обратной связи, электронный адрес высылать, мы будем править. Это не книга, которая вышла один раз и все. Это каждый день будет пополняться, дополняться, уроки изменятся, все. Более 13 миллионов тенге собрано в рамках седьмого зимнего благотворительного бала. Его организовали в рамках проекта партии «Нур-Отан» «Бакаты-Балалак». Все деньги пойдут на помощь воспитанникам детских домов и детям из малобеспеченных семей. Традиционно вечер открыли дебютанты, исполнив классический полонез. Молодые паратанцевали и венские вальсы и зажигательный рок-н-ролл. Вечер продолжили выступления артистов казахстанской эстрады, а кульминацией стал аукцион картины и предметов искусства. Каждый участник этого дивного вечера, вне зависимости от того, является ли он участником бала, гостем, либо дебютантом, внес определенную лепту в такое благое дело, как благотворительность. И мне очень радует то, что мы, молодежь, участвуем именно в таких мероприятиях и приносим пользу именно тем людям, которые реально нуждаются в нашей поддержке. Я очень рада, что подобные мероприятия проводятся в нашей стране. И чем больше их будет, тем лучше, я считаю, потому что никому из нас нельзя забывать о том, что есть нуждающиеся, есть те люди, которые верят в нашу помощь, ждут ее от нас. В Алматы прошел открытый турнир города по ушу Таулу среди детей и юниоров. Это один из видов спорта, где оценки выставляются на сложность движения, четкость их выполнения, а также театральность исполнения. Лучшие участники турнира приглашены в молодежную сборную страны. В настоящий момент лидером в этой возрастной категории является Адис Могулов. Он претендует на участие в чемпионате Азии, который пройдет в августе следующего года в Индонезии. В числе победителей открытого турнира Алматы также Данил Тян, Ярослав Соломеин, Артур Смогулов и Милана Талаева. Сегодня у нас проходит открытый турнир города Алматы в честь Дня независимости Республики Казахстан. И на этих соревнованиях, они проходят среди юниоров и детей, идет отбор на чемпионат Республики, который пройдет в 2015 году в городе Актау. Достаточно популярный вид, только в Алмате порядка тысячи спортсменов и более десяти тренеров. В Египте вновь вернули на пьедестал, рухнувшую 3000 лет назад из-за трясения 13-метровую статую фараона Амен-Хаттин. Собрать фигуру древнего правителя, распавшуюся почти на 90 кусков, удалось реставраторам из Европы. На голове статуи символическая корона Верхнего Египта, в руках фараон держит свитки папируса, на которых написано его имя. Восстановленную скульптуру поставили рядом с другой фигурой того же правителя, ее археологи отреставрировали ранее. И таковые новости к этому часу. Очередной информационный блок 18 часов. Хорошего дня вам. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»